Ну что, привет, друзья! Не только друзья, но и любители, наверное, Европки четвертой. Вот, давненько я ее не записывал, уже совсем все забыл. Казалось бы, ну там прошло дня четыре, даже меньше недели, но я чисто все позабывал, я так пошатался, посмотрел, что тут, да как, какие у нас союзы, какие у нас противники. И заметил я то, что против нас коалиция-то собирается, и собирается она жесткая, а у нас с кем-то есть перемирия. С перемирия там у нас, наверное, с кем-то есть, например, с Австралией у нас есть, нету, нету, с Бургундии есть. Ну, у них там фламандские сепаратисты, им и так без нас весело, я думаю, если к каким-то майцам еще и с Тунисом воюют, ну вообще, Бургундия разваливается активно. Так, с Миланом у нас перемирие, а значит и с Няполем, и вот с этими мелкими, и вот с Венгрией. С Венгрией у нас тоже перемирие, причем такое долгое, уверенное. Ну что, у нас тут флот возвращается домой из Няполя, у нас вот эти беды. Возвращается домой флот, и я думаю, нужно его объединять. Мощный флот у нас будет. Так, у нас эти, пожалуйста, пожалуйста, шотландцы хотят генетический брак. Так, нам бы неплохо, на самом деле, заиметь полный лимит флота, потому что... Потому что почему? Потому что есть какие-то у нас, типа верхние в Тулоне, что ли? Да, вот-вот, число всех кораблей составляет 100% лимита флота. Тулонская верфь до конца игры. Вены, эти морские традиции, плюсик, стоимость кораблей, минус, и скорость ремонта корабля. Очень, кстати, крутая штука. Рейд, рейд. У нас тут этот имеется... Легче так, наверное, показать, да? У нас тут имеется вассала Фуа, а Корсика Сардиния. Неплохо было бы их присоединить. Кстати, Сардиния хорошо к нам относится, а вы не хотите к нам вообще? А, нельзя, нельзя, нельзя. А Корсика? А Корсика вполне себе. Но у нас тут, сами понимаете, мы пока переждём этот момент. Обождём, переждём. Так, каравеллы всякие давайте сюда. Какие-то у нас тут минусы. А, минусы, в принципе, не дикие. По советчикам ничего не посмотрел. Ну, блин, такое. Принял я решение. Небольшое решение принял я. Нужно немножечко... Когда, когда у нас... Так вот, о чём я говорю? Немножечко наладить экономию. Как? Когда у нас появится новая идея, она с 14-я будет по номеру. Это довольно, ну, не так уж и... Не скоро, в принципе. Вот эту теху мы возьмём, да? В 61-м году. И ещё одна. И мы возьмём торговые технологии, идеи. Надеюсь, надеюсь, это нас спасёт. Потому что быть в минусе, это очень неприятно. Да? Да. О, Нидерланды независимые. Здравствуйте. Здрасте, друзья, Нидерланды. Ох, и не завидую я вам, бургунды. Нидерланды. А вы имеете какие-нибудь нужные нам земли, Нидерланды? Очень бы не хотелось это понять. Наверное, всё-таки имеет, потому что... Ну, что-то мне так кажется. Где тут слова? Фландрия. Фландрия. Ага, имеет всё-таки. Ну, Нидерланды, простите, прощайте. А какой у нас лимит? По-моему, у нас лимит... Ну, это вот так, можно посмотреть. 66, да? А у Австрии 34. В принципе, один на один мы их разваливаем. А это значит, что, наверное, мы сможем сейчас немножко поборзить Рагуза. Ну, всякие мелкие, да? Немножко можем поборзить и позахватывать Священную Римскую империю. Но коровица как бы нам в это будет мешать. Ну, мы обождём это пока что. Посидим, подождём. Проход с Османович. Вы с кем? С Австрией. Ну, если с Австрией, то пожалуй... А вы... Именно вот за что? Война Рагуза. Австрия. Папа-папа-папа-пипупи. За Рагузу, да? Ну, да. Хотя, хотя, подождите, у нас плохие отношения. Мы союз с мамлюками приняли. Это спасибо. Спасибо. Игры дипломатические у нас такие имеют место. И точно у нас полностью профессионализм армии ещё когда-то. Давно-давно полностью в ноль упал. Так что нужно сейчас нам этим заняться. Тренировочкой армии. Благо у нас тут три генерала есть как раз. Как тут? Немножечко разброд шата не имеется, но не сильно. Не критично у нас в кусочке в Большом Саввое. Там живут пьемонцы. Пьемонская культура. Надеюсь, я разорвал-то с ними. У них союз с Венгрией. Надеюсь, они никого себе сильного не найдут, союзники. У нас перемирие будет до какого года? 73-го, да? В принципе, мы можем поборзить где-нибудь. Где-нибудь. Где-нибудь в Конго можем поборзить. Мы вот сможем это сделать вообще? Ну, блин, у нас так-то нету таких вот прям нужды дикой. Но не знаю, все-таки можно или в Америке, допустим, поборзить. А? Как вам такая идея? Было бы неплохо. Ну вот, допустим. Ты кто? Соглашаться с нами вассалами стать, да? Ну, блин. Вот тут на севере кто-то есть. Кто-то это кто-то, блин, реально. И нужно будет с этим разобраться. Что у нас... Подождите. Транспорт. Девять всего. А у нас армия 20 уже тысяч. Нужно немножко транспорта поприбавить, да? Сколько у нас лимита флот всего? Мы сможем еще четыре найти всего. Фу. Четыре. Ну, четыре это же лучше, чем ничего. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Хорошо. Есть такое мнение, что на данном этапе игры уже не нужна кавалерия вообще. Поэтому, я думаю, попробовать от нее избавиться вообще. Вот так вот сделать просто-напросто. Генч. Надеюсь, я это не зря делаю, потому что я чисто по наитию, как видел у других. Некоторые не используют кавалерию вообще на этом этапе игры. Так, шесть. Думаю, нужно прибавить парочку. Вот так вот. Тут до пятнадцати. И тут шесть пускай будет. Тут шесть. И тут шестнадцать. Так. И что у нас? И еще у нас один имеется, да? Ну, 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 ну. Пускай тут еще пушка будет одна. У нас тут что-то... Что у нас тут? Брестские верфи. Так вот, читаем. Брест занимает выгодно стратегическое положение. А это я уже читал. Читал, да? И новое производство в пять карак. И в пять карак. А мы можем что-нибудь заменить, да? Карак. Вот, допустим, галеры и ранние караки можно убрать, да? Ну-ка, смотрим. Галера. Ранее карак. Вот это я сейчас, мне кажется, умно сейчас сделал. У нас есть какие-нибудь хорошие союзники, которые мы можем это продать. да нет ты не хочешь всякого тут дания даже в истландии к республике к нидерланды присоединяется прикольно военная калица так вот ты не хочешь купить что-нибудь у нас типа где это не вижу не вижу не вижу проход войск решаться войну цветовое ну видимо дефицит из-за займов у нее поэтому нельзя так схемы еще хороших отношениях по-моему уже не с кем по моему вообще уже не с кем но учета тут датская бану это датская балтика это понятно что мамлюки кста кста мамлюки вы не хотите вот 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 это вообще не хотят да они тоже в займах всем ну нифига себе у нас ничего нет союзников до россия к нам плохо относится но тем не менее карты нет ни займ блин где это корабли понятно туниста пожалуйста который разграбит все время нет нет реально некому продавать общение кому продать а может наши эти продать корабли них тоже займы юмаю у вас не ну вы серьезно не использует линейные корабли поняну чё разрушаем их что что нам остается и вот такие вот верфи дела хопа и у нас по идее должны начаться ну вот в одной провинции будут нас пять лет строится караки хорошо ну хотя бы так о минус стабильность понимаю понимаю так у нас тут имеется она имеется дефицит в этих очках понятно так вот может быть созвать совет что нибудь сделать ребятки кого с дела не мне мне является защитником веры что любая страна католичество является защитниками веры мнения а кто-то является к защитниками польши союзе соперником какого соперник богемия с богемии в союзнее я бы богемию бросил нафиг она мне нужна я бы с вами засоюзился но как бы нет что еще дворян не устроен нет штраф агрессивное расширение рынок склад ну вот это уже поинтереснее так ну в принципе можно это не выполнять в любом случае так и отбираем землю наверное по стандарту по хорошо отобрали землю теряем 69 процентов земли понимаем о чем я так ребятки ребятки а у нас полностью армия собралась дателес такая армия будет ну хорошо что на юге что-то а нет на юге то корабли нет все с армией мы решили полностью хорошо как-то до этого мне наказал с более массе но сейчас посмотрим как мы будем их разваливать хотя этот соперник вообще не показательный честно военная колец и из колеца колец это плохо подожди но это пока не важно так у нас тут и ага вот об этом я говорил вот об этом и вот об этом принципе резво шустро развали бы им их все 300 человек потеряли с минусом на такую но это опять же не показатель сами понимаете да самостоятельность колонии сейчас мы это все посмотрим вы ребята тренируйтесь так колонии 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 вот они колонии у нас самостоятельный теперь да дофига чё это болото а вот тут две у нас провинция что-то делают а ребятки к нам переместились так это хорошо значит мы на них сможем сделать претензии претензии хоть и у нас тупо сейчас может быть нас развал пойдет попил наш наш попил но очень бы не хотелось этого поэтому поэтому мы все равно цель отсылаем флота 13 у нас 13 торговых блин каких торговых транспортных кораблей сейчас ребятки вы немножечко вы просто на корабли сядьте вот так хорошо и ребята в новый свет что в новый свет я думаю можно остаток их нет силой пушки 13 боя этих тысяч это нормально все равно будет или течет атакую священника влияние престиж чуть такой стабильность эффективность мясо ну вроде прикольно звучит он решил проверить что у нас правителя мансут я вспомнил тупой правитель у престола и такой нормальный наследник более-менее править более в шее 20 лет он должен но я сейчас буду следить за этим надеюсь услежу йому бургундия воюет с австрией нирландами ничего себе нормально нет ребята вы без меня на этот раз я думаю можно правителем назвать командующим у нее тут тем более блин но только маневренно шестерочка на самом деле но в принципе неплохо он считается двузвездочным и если он умрет то как бы нам и этого и хотим да неплохо придумано правда ох и долго у нас пытается тут эту сеть потому что почему ну потому что она наверно блин в другом конце мира да уж ни одного дипломата но без без претензий в принципе мы не можем это ничего делать а фабриковать претензии мы сможем только тогда когда будет 20 . но блин это будет долго надеюсь надеюсь это я делаю не зря новые национальные про профки профки хорошо начата коалица тухлая тут посмотрю никто не хочет против нас особо воевать то не хорошо что арагон как бы жив остался хотя мы в принципе с бургундии так сможем наверное разобраться нифига не тупо и оккупировать у вас что имеется претензии какие-то на нее да вполне себе имеется претензии но франция может вмешаться любой момент вы понимаете это нас это имеется перемирие до 68 года я это запомню а я запомню это а реально запомню ну и все о по 1955 подождите не жалеть средств это не проблема так ребяточки сейчас у нас будет тупо битва бой бой вот так вот делаем вы ребята откисайте немножечко так ну что занять провинцию у нас нет ни один дипломата сейчас появится 50 дней целых пятьдесят я не какие-то союзы блин имеется нет проблемы пошлины мы не будем увеличивать что они захотят независимости это я знаю это я все знаю вы ребятки решили сразу уйти тупая не искушать судьбу понимаю вас но это бесполезно за затаре лихорадочка хорошо кстати вас колонист блин бесполезный лежит так это нужно менять но имеются какие-то союзы у них не проблем может куда-нибудь колониста отправить в интересное место может быть мне мне может быть сюда куда-нибудь в конго ой я сейчас блин войну объявил и как обычных где где-то шатаюсь подождите мне все равно же интересно конго допустим да а мы имеем вот сюда что-то какие-то претензии до чарка это какие-то какая-то империя местная чарка мы имеем какие-то задания на вот какие-то тут земли до владения территории нет ни то ни то ни то ни то ни то ни то вот бразилии колониальная лаплата мне вот это нужно лаплата вот сюда прямо слишком далеко понял понял а что не слишком вот это не слишком далеко да ну давайте сюда папа улучшенный дренаж хорошо теперь нужно копить на следующие это нужная вещь ну что ребята здравствуйте по 90 дней сад завершена и ну и что ты готов на союзик ам-дам-дам-дам-дам какой союзик чё я говорю мир на мир ты как бы нет не согласен ну хорошо сейчас пойдем пойдем убивать то с беспорядочке какие-то снижение налогов крестьяне это от чего вы ребятки решили это вы решили то что жестокий изъятие земель понимаю понимаю это вывод вот от этого священников но что что вам сказать ну бастуйте что он нам решила антиль я помочь спасибо тебе большое антили чтобы я без тебя дело серьезно у ребятки атакуют у опасные убийцы хо 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 ну ну все остадили убили все ребята откисайте сейчас я вам тупо расскажу за пушки за европу за европейские технологии я сейчас все объясню какие у вас стихи простите у вас 7 военные техи у нас на секундочку 13 уже хи 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 нет вы ребятки лучше вот этим позанимайтесь правильно решили туда мы не сможем пройти да ну так то мы сможем уже решить проблемы не сможем понятно крик возможные требования денежки репарации хорошо что-то еще может быть кто-то захотел липан сосоны как то кто какие сосоны шашоны чикаса но это все они очень далеко да вот так вот можем пройти да а вот почему к ним не можем пройти непонятно но блин придется как-то с этим мириться не верится что-то с этим делать крестьяне восстали ребятки ну 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 серьезно нет почему-то вы не тренируетесь ребят почему извините смотрим тупо смели метлой ха готово все вот она пехота вот она а хотя у них тоже пушки были нифига куда не взяли их ну ладно в антихи у нас готовы но мы подкопим к так как и дипломатия так внешней стабильности новый король почему-то минус 2 стабильности не но это же все правильно это все хорошо шарли 10 д тростомара то что настолько стабильность это взяли это неприятно на одну можно повысить только да ну и сколько еще стоит а мы только техи взяли так что не особо то и страшно мы же особо никуда и не тропимся наверное и так шашоны здравствуйте здравствуйте вы мне хотите дать денег репарации наверно да все верно все верно осталось только вот эти челики и вот эти но блин как-то неудобно вообще неудобно ребята возвращайтесь возвращать ой вы решили отбить вы решили все-таки отбить все это правда востоятельность колоний хорошо и чё у нас и все а вот раз два три четыре либо это заколонится быстрее либо мы войну закончим вот так еще можно первопроходцы что ли нанять у меня такой вопрос со зрелым вот допустим у нас такие-то военные что традиции от чего это зависит его крутость а если мы наймем генерала то допустим у него одни будут статы если мы на и первопроходцы другие статы ой я не могу это сформулировать будет ли первопроходец стабильно хуже чем генерал при одних и тех же условиях вот 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 это мне интересует давайте первопроходцы были хотят я уже вижу то что профессионализм армии увеличивается тут не увеличивается ну какая разница нам у нас тут военных очков просто море просто кучу кстати солидный молодой человек у нас попался неужели от чего это зависит ну нет профессионализма же от военных традиций может при тратить где-то слышал фразу типа генерала при традициях таких то наверно при традициях военно-коалица ой так кажется флот возвращается в родную гавань и австрия в коалицию вошла держу в курсе отлучение церкви ну блин это все это это все подожди не занят уже ну блин нет все таки есть кого отвадить еще так ребята может мир пожалуйста прошу вас умоляю ох юма и только сейчас это увидел французская канада божем а что с вами стало а где ваша вся армия французская канада вы серьезно и это не нормально реально подойти а это не считается как канада секундочку где это клоняли компании как канада считается так у нас новый соперник у нас соперник в лице нидерландов я всегда думал тушу мы союзников не найдем нормальных самостоятельность колонии неужели сейчас у нас будет отдельная я не помню как это называется как ты называешься расскажи мне антилья это что ты кто вообще ну кто ты ну скажи колония наша колония отдельная колония короче будет но они полностью оккупировали канаду ну и серьезно но этот день войдет в историю как величайший позор канады просто величайший смотрите у нас одинаковые уже проценты и они уже согласны хорошо ну и все нам что-то другого и не нужно чего-то другого нам и не надо ну что франция это луизиана по моему эта штука называется колония компания а мы немножко на другое место зашли восточную америку вулай клавик в итоге нам еще что-то нужно колонизировать здорово а здорово а что прикур то придумано я просто не заметил просто не заметил так кажется флот нужно вернуть обратно флот ты вернешься обратно пожалуйста вернись по-хорошему обратно забери в войско прошу тебя как там канада не стыдно тебя канада канада лично он не после смерти монархов подождите 20 эмиссивности 20 престиж нового наследника если смысл а есть ли смысл то ребята пора пора вы понимаете о чем я говорю пора вот так вот пора вы же все сядьте сейчас о хорошо так вы никто не погибнув вы доедете до обратно я очень надеюсь что да ну что походу у нас тут лимит по максимум очков монарха давайте все возьмем вот это вот это возьмем вот это плюс 25 процентов там вообще плевать вообще вообще кстати а почему настолько много очков если у нас тут всего шесть там 9 не знаю беспорядки а филиппе филиппе филиппа звучит города 262 дед растамара ну хорошо хорошо не нужно никого представлять ох половину тупо погибло по дороге ну что ребята как вас там коалиция же поживает нормально да нормально ох юма юх нет про бургундию нужно на время забыть а про кого нам не забывать про кого нам забыть нельзя про великобританию может быть может быть кастилью с кастильи можно повоевать за что-нибудь например за африку а неплохо же португалия сразу возьмется папского лысого в коалиции если их объявиться участниками то все члены мне будет свою щас и вот именно вот это считается да понимаю понимаю ну что придется нам если мы я хочу с коалиции повоевать хочется искали лос айс в северной америке до лос айс это что вот это лос айс ну нет 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 я хочет и хочу вот так вот просто ее все оккупировать с португалии вместе арт португалии мы сможем откусить карибы карибы от кастильи ну тот же лос айс и допустим мексику ну звучит здорово звучит годно звучит сильно какие дикие у нас дикари появляться фу две звезды это нормально это походу это реально если бы это зависело от профессионализма мне бы ничего не дали но военной традиции вот к оружию мамлюки османская империя до союзе с бранденбургом хасан кейфом а каюну бранденбург мы сейчас можем ими заняться а что мы сможем получить интересного от османов или от своющее страна верно ничего наверное ничего мы не получим с ман и османы османы у вас противниках есть кто-нибудь ну да мы мы и есть но с вами кто-то дружит австрия не дружит вообще не знаю стоит ли нам что-то типа марии брать какой-нибудь греции албании ну это серьезный вопрос очень серьезный возможно иерусалим я хочу взять а что а где находится иерусалим подскажите мне вот тут где-то палестина да можно можно в принципе давайте 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 по бою давайте бездавайте нет не давайте давайте воевать поехали флот у нас на месте на месте все мы соглашаемся что дип очки так соглашаемся ну что ребята все готовы я надеюсь нет командующего давайте в принципе связь сверх лимита возьмем себе ну просто лох просто лох и посмотрим военные традиции и морские традиции где-то должны быть да морские-то 9 понятно ну а что вопросы просто а можно вот весе торговых да можно все хорошо поехали что военные коалиции боже я с османом воюю вы серьезно вы хотите сейчас коалиции покидает ну хотя бы так майнс ребята нам не нужна коалиция никакая серьезно я воюю крестовый поход я крестовый поход польша ты шоу още да они аж молдавия бранденбург османы кстати хорошо хорошо я согласен так ты с кем воюешь ты воюешь сразу война лиги и вот она война лиги серьезно сейчас того этого лига прям совсем да реально прикольно только я в ней вообще не участвую по ходу до лига за представьте станете ну ладно видимо мы могли присоединиться но я об этом не не понял это общение где он нигде не написано видимо мы не успеем это все оккупировать да очень жаль очень очень жаль это накиньте островки подохватываем что ну что попробуем без генерала без ничего вот так вот сейчас пойдем 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 пошли 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 ну и чё я определился куда ну давайте сюда сейчас высадимся и попробуем гре с греции немножко пошути пошалить пошли из греции а ну-ка и 103 серьезно ребята как вас дела а я считаю что это можно загрузиться вообще загрузиться совсем навсегда загрузиться навсегда да это загрузочка вот на такого треска дерзкой ноте мы с вами закончим эту серию обязательно подписывайтесь ставьте лайки нажимайте колокольчик и пишите комментарии спасибо что были спасибо что смотрели как-то так